МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Марина Романюк. Сейчас мы подведем итоги недели и обсудим главные события, которые произошли в городе за минувшие пять дней. Смотрите прямо сейчас. Поздравления для прекрасной половины в преддверии Всемирного женского дня. Об акциях в честь 8 марта расскажут Олеся Котровская и Валерий Седов. Лиза Алерт в действии, Анна Герцовская о работе общественной организации. Шинель Пальто в Рязанском театре драмы, культовый спектакль, режиссера Иосифа Райхельгауза. Что особенного в рязанской версии постановки, узнаем в финальном сюжете выпуска. В преддверии Международного женского дня глава региона встретился с матерями, женами, вдовами, героев России. Мероприятие состоялось в областном научно-методическом центре народного творчества. В историю современной России вошло немало подвигов рязанских бойцов в Афганистане, Чечне, Южной Осетии, Беслане. Губернатор Рязанской области Николай Любимов подчеркнул, что мы никогда не забудем наших ребят, героев Отечества, которые положили жизни ради мира и спасения людей. Он выразил слова признательности матерям, женам, вдовам, героев России. Вы воспитываете достойных детей, которые преданы своей семье и своей родине. Ведь именно мама закладывает в человеке самые важные качества. Любовь к близким, патриотизм, благородство, верность, честь и мужество. Благодаря таким замечательным женщинам, как вы, в нашей стране есть чем гордиться. У нас есть великие воины, отважные офицеры, солдаты, защитники отчизны и миротворцы. Я преклоняюсь перед каждым из них, перед каждой женщиной, которая здесь находится сегодня. Перед матерями, женами и вдовами героев. Пока в нашей стране есть такие люди, она будет великой. Предпраздничное мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Память героев». Матери, жены и вдовы героев России были отмечены знаками губернатора 125 лет со дня рождения Сергея Есенина. В преддверии праздника женщины рассказали, о каком подарке они мечтают на 8 марта. Как и любая женщина, наверное, хочет, чтобы в ее семье всегда было все хорошо. Конечно, хочется любви, конечно, хочется хорошего настроения. Конечно, хочется, чтобы на нашей земле всегда был мир, чтобы всегда было ясное небо, чтобы мы никогда не отправляли своих сыновей туда, куда они надо. В течение вечера в адре женщин звучали теплые слова и поздравления. С музыкальными номерами для них выступали творческие коллективы. Олеся Котровская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». И пока почти все мужчины страны заняты покупкой подарков, праздничному настроению поддались сотрудники правоохранительных органов. Они устроили традиционную праздничную акцию. Какую? Расскажет Валерий Седов. Спасибо большое. Большое спасибо. Получать цветы всегда приятно. Руководствуясь этим правилом, участковые и полномоченные полиции решили провести традиционную акцию – дарить цветы женщинам. Несмотря на насыщенный в эти предпраздничные дни график работы, участковые и полномоченные полиции наравне с представителями других служб органов внутренних дел находят возможность поздравить прекрасную половину человечества с грядущим международным женским днем. Акция хоть по времени непродолжительная, эмоции от нее останутся надолго. Лица девушек озаряются улыбкой, они благодарят полицейского. А у участкового разделения по возрасту нет. Цветы получают даже самые маленькие. Я вас поздравляю с праздником с наступающим женским днем. Желаю вам крепкого здоровья. Эта акция проходит во всех районах области. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Ежегодно по всему миру без вести пропадает множество людей, однако динамика их нахождения улучшается. За прошлый год в России было объявлено в розыск более 8 тысяч человек, при этом две трети из них были найдены. Это на 3,5% больше, чем в 2019 году. Анна Герцовская продолжит. Считается, что половина из всех пропавших людей в России сразу же находится. За последние годы во многом преуспели различные поисково-спасательные отряды, созданные по всей нашей стране. Один из самых известных – «Лиза-Алерт». Он сформирован более 10 лет назад. В его состав может войти каждый желающий. Сейчас в Рязани волонтеры ищут несколько человек. В настоящий момент поисково-спасательным отрядом «Лиза-Алерт» Рязанской области разыскивается житель Касимовского района, города Касимово, который пропал 23 декабря. Это Комаров Сергей Викторович, 1986 года рождения. Он ушел из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. Он был одет в джинсовую куртку синего цвета, с белой опушкой, в черные брюки, черные кроссовки и темно-синюю шапку. Сам он плотного телосложения, у него серо-зеленые глаза и темно-русые волосы. Среди пропавших также числится Немоляев Владимир Васильевич, 55 года рождения. Он пропал 22 декабря прошлого года. Также разыскивается Алексей Александрович Инкин, родившийся в 1994 году. Его местонахождение неизвестно с 22 февраля. Еще один из пропавших – Карпов Владимир Николаевич. С ним связь потеряна со 2 ноября прошлого года. Представители «Лиза-Алерт» обращаются ко всем, кто располагает какой-либо информацией о данных людях, сообщить об этом на горячую линию поискового отряда 8 800 754 52 или по номеру 112. Во многом горожане могут помочь своими репостами в соцсетях. Зачастую в большом городе это может стать единственной зацепкой, которая приведет к свидетельству, благодаря которому поисковики начнут оперативно-розыскную деятельность. Кроме того, рязанцы могут помочь людям и другим способом. В городе запущена программа в рамках профилактики людей с деменцией, людей, которые почувствовали ухудшение в самочувствии и не могут самостоятельно вернуться домой. В Рязани начался так называемый ночной патруль. Он действует по многим регионам России. То есть после 22 часов люди, у которых есть такая возможность, это наши волонтеры или просто любой житель города, садится в машину, включает геотрекер и, соответственно, проезжает в какую-то область города и записывает свой маршрут. Едет с небольшой скоростью, параллельно осматривая остановки, для того, чтобы увидеть человека, который может нуждаться в медицинской помощи. Участвовать в патрулировании города можно в любой день. Потратить на это можно любое время. От получаса до двух-трех часов и даже до утра. Это личное дело каждого, решившегося на помощь. Кроме того, любой рязанец может помочь в оклейке или раздаче в городе ориентировок на пропавших. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Материалы на два похожих убийства отправил в суд московский межрайонный следственный отдел Следственного комитета Паризанской области. Оба преступления произошли после словесных оскорблений. Но если в первом случае повздорили незнакомые люди, то во втором обвиняемый убил свою мать. Подробнее Максим Васильев. Он попросил денег. Спросил, как больше отдавать. Он замялся, потом начал оскорблять. Я достал нож и ударил. Казалось бы, обычная хмельная ссора. Кто-то что-то сказал, кто-то ответил. Согласитесь, вполне обыденная ситуация для питейных заведений. Ну, покричали, потолкались и разошлись. Но не в этот раз. Можно, конечно, списать все на спонтанность, но смывать оскорбление кровью, согласитесь, это что-то из средних веков, демонстративно встал, достал из куртки нож, ударил. Причем обвиняемый ранее не судим, на импульсивного южанина тоже вроде не похож. Плохая аура не иначе. После совершенных преступных действий в помещение кафе бежали другие посетители. Один из посетителей, мужчина, увидев в руке обвиняемого нож, подбежал к нему, сбил его с ног и повалил на пол. В результате чего обвиняемый был обезврежен, нож отлетел в сторону. Шансов выжить у потерпевшего, как считают следствия, не было ни единого. Даже если бы скорая оказалась под рукой. Рана вызвала внутреннее кровотечение. Смерть была стремительной. Максимальная мера наказания по статье «Убийство 15 лет». Душегуб, конечно, раскаялся и даже пообещал загладить вину перед родственниками, но это уже после колонии. Если этому человеку еще можно поверить, то убийца из Дягилева вряд ли. Шнур большой был, не такой маленький. Вот длинный вот этот. Так, так накинул. И я накинул вот так. Шнур говорю. Я тебе говорю, задушу, ты мне не говорю, надоело, 35 лет уже мне. Моих детей всех это, все знают, говорю. И на этот раз она говорит, выгоню твои детей, это все, батом. Ты сказал, что... Дальше как затянули? Да. И вот так вот я натянула. Она стала вот так вот поворачивать, повернулась туда. Как будто, да? Да. Когда я натянул, я говорю, тебе задушу. И она повернулась туда, уходи уже. Так буднично и спокойно этот человек описывает убийство своей матери. Оскорбления были и здесь, но никакого раскаяния в голосе нет. Сразу после совершенного мужчина покинул квартиру и попытался сделать вид, будто его здесь вообще не было. Но родственники вовремя спохватились и труп хозяйки обнаружили уже на следующий день. Обвиняемый упирался до последнего. Были проведены генетические экспертизы, были допрошены свидетели, которые пояснили, что обвиняемый сам им рассказывал о совершенном преступлении. На кабеле, которым была удушена потерпевшая, были найдены клетки эпители нашего обвиняемого, что свидетельствует о том, что именно он использовал этот кабель для совершения преступления. Отпираться смысла уже не было, поэтому картину преступления он раскрыл полностью. И вряд ли такое признание облегчит его вину. Да и раскаяния как такового не было. Поэтому максимальный срок наказания 15 лет здесь более чем реален. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». А теперь о том, что происходило в городе в течение недели. Одна из граней системы жилищно-коммунального хозяйства вновь дала сбой. В Рязани на улице Стройково люди живут в доме, полностью пропитанном запахом канализационных нечистот. Примечательно, что в здании пару лет назад проводился капитальный ремонт водоснабжения и фасада. В то же время канализация более 15 лет является неисправной. Настоящие катакомбы можно увидеть в подвале жилого дома номер 69, корпус 1 на улице Стройково. Переплетение дырявых канализационных труб, земля, пропитанная нечистотами. Все это не дает покоя жителям дома много лет. На этот раз канализацию прорвало 11 февраля. И только 3 марта нечистоты попытались откачать. Однако не до конца. Звонили каждый день. Никакие меры не принимались. Или примутся, придут, посмотрят и уходят. Аварийка приедет, что-то там поделает. И все уезжает буквально прямо через несколько времени прошедшего. Начинается опять засор, течь, труба лопнута. Все, значит, в это, льется в подвал. Дышать невозможно было. Годами жильцы дома страдают и от соответствующего запаха, который расходится с первого до пятого этажа. Даже в лютые морозы жители этого дома оставляют входную дверь открытой для того, чтобы подъезды квартиры проветривались от канализационного зловонья. Все окна тоже проветриваем, потому что запах вообще невыносим. Именно постоянное затопление подвала, затопление подвала, пары, горячей воды. И, соответственно, у нас был нормальный ремонт косметический в подъезде. Оно все облетело. На днях жильцы выложили в соцсети фото дыры в металлической трубе, которая соединяет всю канализационную систему и уводит стоки в коллектор. Именно из нее и шла течь в подвал. Смотрю, уже серебристым скотчем дырку заклеили, чтобы в глаза не бросалось. Вот это называется реакция на репост. Очевидно, что такое решение вопроса жильцов не устраивает, ведь проблема куда глубже. Труба, ведущая от дома в коллектор, регулярно забивается. Кроме того, прямо над ней растет дерево. Люди предполагают, что его корни давно повредили трубу. Жильцы считают, что необходим капитальный ремонт канализации, которого они не могут добиться. В то же время, пару лет назад здесь был проведен капремонт фасада и водоснабжение. Когда речь шла об всех остальных капремонтах, мы заявляли, что первоочередным для нас и важным является ремонт канализационной системы. Не так важен водопровод. В результате, по словам жильцов, в этом полуподвальном помещении был выделен участок, который залили бетоном и на нем установили индивидуальный тепловой пункт. Хотя жители упорно сопротивлялись нововведению. Нас убеждали, потому что у нас понизятся, скажем так, расходы на отопление, на горячую воду. Из прокуратуры проезжали, проверяли, говорили, что подставить нельзя. И вот туда, потому что здесь постоянно течь, вот установили под моей квартирой. Причем мы собирали даже подпись, чтобы этот бойлер не ставить. Теперь жители переживают не только за свою безопасность, но и за непредвиденные расходы. Мы говорили, что нельзя ставить неподготовленное подвальное помещение, данный узел. Тем более, что данный узел перекидывается на плечи жильцов. Его обслуживание, ремонт. Вот сейчас он затоплен, вот если он сломается. Все-таки не это самое, не три копейки стоит, а дорогостоящее, такое дорогое. Восстановление будет, тогда это значит опять за наши деньги, если что случится. А мы здесь ни при чем совершенно, потому что вот постоянно затапливает. Таким образом, жильцы говорят о том, что в Рязани одна из граней системы ЖКХ в прямом смысле слова дала трещину. Не решив одну проблему, горожане получили другую. Анна Герцовская, Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». К нам в редакцию обратились родственники ветерана труда Валентины Трифоновой, проживающей в доме номер 9 по Первомайскому проспекту. Резкому потеплению, в отличие от большинства рязанцев, она оказалась не рада. Тающий снег ручьем льется в ее квартиру каждый раз, как температура воздуха получает плюсовые значения. При этом управляющая компания обслуживать крышу отказывается. Журчат ручьи, слепят лучи. Эту строчку из песни Любови Орловой в советском кинофильме «Весна» 83-летний инвалид второй группы Валентина Трифонова сегодня воспринимает буквально. С каждым потеплением в ее квартире начинается настоящий копильный водопад. Дом старый, еще дореволюционный, через какую стену здесь идет электропроводка, наверное, не знают даже археологи. Видимо, поэтому пенсионерка на все выключатели повесила импровизированные блокираторы из пенопласта. Но от протечек это не спасает. Вот и на этот раз все было классически. Вначале все начало течь по стенам, и вот здесь поток воды прям мы не успевали, то есть отжимали, сушили, прям тот же. Потом на следующий день она мне звонит, говорит, у меня пошло дальше. Что мы делаем в таких случаях? Правильно, звоним в управляющую компанию. Валентина Трифонова так и поступила. Вот только там помогать ей не стали. Управляющая компания «Квадр-М» отказалась от этого дома по Первомайскому проспекту еще два месяца назад. А остальные инстанции решили горьим ветерана труда поиграть в футбол. Чем довели с трудом передвигающуюся пенсионерку до слез? Я позвонила туда. Там диспетчер тоже. Я говорю, вот так и так. Наш дом сейчас не бесхозный. Это куда мне обратиться? У меня течет прямо по стене. Не подставить ничего. Она я не знаю, чем вам помочь. Надо у вас приватизированные квартиры? Я говорю, да. Ну, тогда вот за свой счет нанимайте это самое. Людей это. Я говорю, где я найду? Может, соседи, кто может. Вот такие глупости говорить можно разлить. Я говорю, я одна здесь. Я бегаю, я лечусь, не знаю, что мне делать. Ну, МЧС позвоните, может, они вам там помогут. Я опять, уже куда обратиться? Я говорю, может, у вас там все-таки рабочие-то есть? Я даже вот хотел. Я не вижу, не выхожу никуда уже четыре года, поэтому я не знаю. Мы выяснили, что в 2016 году крышу этого дома ремонтировали по программе Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Клялись в пятилетней гарантии. Срок, кстати, еще не вышел. Да и выполнили с недоделками. Обращения в жилинспекцию были и не раз. В фонд капремонта по этому дому мы запрос отправили. Чиновники, как известно, предпочитают говорить бумажным языком. Мы будем следить за развитием ситуации. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Ежегодно в начале марта в России отмечается День эксперта-криминалиста. Об этой работе сотрудников МВД не говорят на каждом шагу, хотя они выполняют огромную работу. Вот, у нас в техникум бомба заложена. Сейчас я вас в полицию соединю. Хорошо, давайте. Вот, соответственно, данная запись была исследована, да, исследованы голос и речь лица, сообщившего об акте терроризма и установлено сходство с конкретным лицом. Сама фонетическая экспертиза осталась за кадром. Как признаются сотрудники, работа эта долгая и кропотливая. При этом занимаются ей два специалиста. Один техник, другой лингвист. Им предстоит изучить тембр голоса, особенности произношения, сбои в речи и многое другое. И пока одни занимаются непосредственно голосом, в этом же кабинете их коллега проводит экспертизу видеотехническую. Если обобщить, то задачи у эксперта две. Если монтаж на видео и определить параметры движения объекта на данном участке. Говоря простым языком, понять, с какой скоростью ехал автомобиль. Был случай такой, один из первых в моей практике экспертизы, где водитель при разрешенной скорости на данном участке 40 км в час была рассчитана на скорость его движения. Он двигался со скоростью до 30 км в час. Соответственно, было ДТП, где погиб пассажир. Александр показал, как работает программа на примере. Разделительные полосы расположены на одинаковом расстоянии друг от друга. Выбираются два кадра, где они одинаково располагаются перед капотом, вносятся в программу и получаем результат 90 км в час. И это только два вида экспертиз из множества. У нас работа ведется по 36 специальностям экспертно-криминалистическим. Ну и, соответственно, преступления расследуются, раскрываются абсолютно разной направленности. А этот кабинет полностью отвечает заявленным ожиданиям. Колбы, пробирки, жужжащие аппараты. Здесь проводится экспертиза биологических объектов и учета геномной информации. Специалист сразу отвечает, что химии здесь почти нет, только математика. Идет расчет вероятности случайного совпадения следов с образцами подозреваемого. Самый интриг заключается в том, чтобы найти следы биологического происхождения на представленных веществных доказательствах. Это не всегда происходит так, что он предносит предмет и на нем след крови. Вы берете и его исследуете. Иногда следы крови скрыты, замыты. Приходится проявлять такое исследовательское рвение и пытаться найти следы данные. Но это есть следы крови, а бывают невидимые следы. Это клетки петелей, допустим, нам тоже основная задача искать на предметах. Григорий Терехин вспомнил случай из практики, когда в поселке Искра была убита мать и двое детей. Тогда убийца вытер руки об обои. Эксперты вырезали кусочек, провели необходимые анализы, вычеркнули следы крови убитых у заравнения и остался только эпителий преступника. Убийцу удалось задержать. И подобные экспертизы проводятся постоянно. За один только 2020-й было проведено 1600 исследований на фронтах может и незаметного фронта борьбы с преступностью. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания Город. С наступлением весны приходит не только пробуждение природы В последний месяц количество публикаций в интернете на тему странного поведения людей увеличилось. Об этом говорят психотерапевты. Ведь весна и осень по традиции являются переходной порой для эмоциональных людей. Изменения в настроении людей часто спутник наступления весны. Для кого-то это приятные положительные эмоции, а некоторые люди могут испытывать дискомфорт и даже впасть в депрессию. Рязанцы в основном радуются приходу весны, пению птиц и первым мартовским лучам солнца. Они надеются забыть о затянувшейся пандемии и войти в новую жизнь. Был тяжелый год. Да, сейчас хочется, конечно, чтобы он был полегче и чтобы было побольше радостных событий. Специалисты-психиатры подтверждают, что россияне в этом году в целом позитивно воспримут наступление весны. Мне бы все-таки хотелось бы говорить не про ухудшение весеннее, а, надеюсь, про весеннее улучшение, которое нас тоже ждет. А то, что вот этот период, он действительно с точки зрения хронобиологии, и хронопсихиатрия, биологическая психиатрия, он действительно достаточно сложный, поскольку у нас меняются некоторые образования некоторых гормонов, нейромедиаторов, то есть это связано с особенностями нашего организма, таким мы родились. Если говорить о большой психиатрии, для некоторых людей нарушение серотонина, дофаминового баланса и секреции мелатонина приводит к малоприятным последствиям. По статистике, люди с биполярным расстройством или шизофренией действительно чаще обращаются за психиатрической помощью именно весной и осенью. Если с человеком это происходит первый раз, и мы видим, что человек загрустил не на шутку, если он говорит, что у него тоска, что у него ноет где-то вот здесь вот за грудиной там камень какой-то, у него нарушился сон, нарушился аппетит, появляется идея своей какой-то малой ценности, он не может ходить на работу, безусловно, это обратит на себя внимание, прежде всего, наверное, родственников, да и самого человека. В данном случае рекомендация у нас одна, то есть у нас огромное количество грамотных специалистов, психиатров, нужно обратиться вовремя к ним, и в данном случае нужно не бояться. При таких обстоятельствах специалист поможет разобраться человеку в проблеме и выработать направление для улучшения состояния. Что касается легких колебаний настроения, как рязанцы, так и психотерапевты сходятся в одном. Это, наверное, от людей зависит, как они смотрят на мировоззрение. Какой тут упадок весна? Когда дождь, настроения нет. Когда солнышко светит, уже вот так тепло, морозов нет, конечно, настроение весеннее становится. Очень часто мы сами являемся архитекторами нашего настроения, то есть то состояние, в которое мы попадаем. Это первое. Мы всегда знаем, как себя развеселить. То есть на самом деле это приятные знакомые, это хорошие друзья, это приятные хобби, какие-то времяпрепровождения. Это спорт, это прогулки на свежем воздухе. Это обязательно. Горожане уже занялись правильным питанием и приведением тела в порядок. Например, при помощи скандинавской ходьбы. Вот хожу, вот этим занимаюсь, ходим. Мне уже не так мало лет, поэтому только вот сходим. Раньше катались здесь и на лыжах. Витамины, да, обязательно детям, потому что весна всегда, витаминоз. Какие-то такие последствия всегда бывают, конечно. Специалисты отмечают, если соблюдать предложенные рекомендации и не погружаться в уныние и дурные новости от окружающих, а общаться с более позитивными людьми, многие могут получить максимальное удовольствие от наступления весны и приближения лета. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». И в завершение выпуска к новостям культуры. Иосиф Райхельгаус поставил версию спектакля «Шинель пальто» для Рязанского театра драмы. «Шинель пальто» успешно идет в театре школы современной пьесы вот уже шесть лет. Однако для Рязанского театра народный артист России подготовил особую версию. В ее основу легла повесть Николая Васильевича Гоголя «Шинель». Главную роль Акакия Башмачкина в московском спектакле играет известный артист Дмитрий Хоронько. Но увидеть его игру можно и в Рязани. Роль Акакия Башмачкина поочередно будут исполнять Андрей Вложилин и Дмитрий Хоронько с учетом занятости Дмитрия в спектаклях Московского театра. Дмитрию Хоронько принадлежит и аранжировка музыки легендарного Максима Дунаевского. Мелодиями композитора наполнен весь спектакль. Мне дали такой карблан мне сказали сделать что хочешь, вот и все. Это такое счастье, так редко. Это не госзаказ, знаете, вот, ну, сделать, чтобы понравилось. И я плескался в этой музыке. Музыка, мелодия очень хорошая у Дунаевского, хорошая. Действительно, он мне однажды сказал, Дмитрий, понимаете, все, что я делаю, это шлягер. В основу постановки легла повесть Гоголя «Шинель», стихи поэта Вадима Жука и диалоги Екатерины Кретовой. Сюжет остается неизменным. Маленький человек копил на шинель, сшил ее, был счастлив, но недолго. Райхель Гаус подчеркнул, что это не интерпретация знаменитой повести Гоголя, это игра с классикой и музыкальная фантазия на заданную тему. Я занимаюсь в основном современной пьесой и горжусь тем, что наши лучшие прозаики, драматурги отдают нашему театру школу современной пьесы и мне свои новые, замечательные пьесы. Там среди них есть и Акунин, и Улицкая, и Дмитрий Быков, и Шандерович, и Гришковец, которого много лет ставим только мы. Но иногда, поскольку артисты все-таки хотят играть классику, иногда мы делаем такое такое упражнение, такое сочинение. Берем некую русскую классику, приглашаем композитора, приглашаем поэта или драматурга и сочиняем новый спектакль. Постановка будет интересна и тем, кто помнит повесть Гоголя близко к тексту, и тем, кому только предстоит познакомиться с этим программным произведением. Могу сказать, что мы давно хотели, чтобы его сегодняшний Рейхельгаус у нас поставил один из своих спектаклей. Это состоялось. Я думаю, уверен, что этот спектакль будет очень востребован рязанским зрителям. Казалось бы, в известной каждому со школьной скамьи истории маленького человека нет места веселью. Между тем, танцы на льду и вокальные номера выглядят в шинели пальто совершенно уместно. Говорить о спектакле можно много, но, пожалуй, стоит один раз увидеть. Постановка на сцене Рязанского театра все выходные и дополнительно 13 марта. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». На этом у меня все. Смотрите больше новостей на сайте телекомпании и в наших социальных сетях. Я желаю вам хороших выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин